Всем привет, с вами Жора и сейчас будет кое-что интересненькое Я научу вас делать чипсы Но чтобы их сделать, нам нужна картошка, да, поэтому пойдемте ее и выкопаем Ага, вот я уже вижу картофелину Это кокос? Или это... Это киви? Не, киви нам не надо, так, где-то картошка Во, картошка Вот эту А, и вот еще виднеется Сделаем, значит, чипсы из картошки Без киви Киви просто покушаем, короче Пойдем Для того, чтобы сделать чипсы В микроволновке, нам понадобится Картошка Картошка, можно еще Картошка, ножик Полотенца такие одноразовые Доска, на которой резать Микроволновка Соль, соленая Обязательно И... Руки Первое, что нужно было сделать, это почистить картошку Я это уже сделал, но, опять же, если у вас молодая картошка, можете ее не чистить, а просто промыть хорошо Вторым шагом у нас будет нашинковать наши ломтики, нашу картошечку Я это буду делать ножичком, потому что мне так удобно А вы же можете сделать это на специальном шинковальном станке, таком... Или на терочке Думаю, терочка есть у всех Ну, вот такая, да? На ребре есть вот такие штучки Специально для чипсов, для ломтиков Можете использовать их, если вам будет так удобно Ну вот, ломтики уже нарезаны И сейчас нужно будет сложить их в посудинку с холодной водой Давайте же это сделаем Это делаем мы для того, чтобы в картошке стало меньше крахмала Просто так нужно, чтобы она не слепалась, не прилипала никуда И чтобы все было классно В таком состоянии в воде она должна прилежать минут 10 И потом будем ее вытаскивать и сушить Ну, а пока наша картошка Туси там с пацанами в джакузи Давайте посмотрим на котика Это мама кошка А это дочка кошка А вот Ну что, картошка отдохнула Теперь берем полотенечко и выкладываем наши картофелинки Аккуратненько Вот так вот Зачем я это делаю? Для того, чтобы они просушились и лишняя влага ушла А зачем нам нужно, чтобы они просушились, спросите вы А я вам отвечу, что когда мы будем их запихивать в микроволновку Если они будут слишком сырые, такие, водяные То они будут париться, а не зажариваться И получится не картошка, не чипсы, а фигня какая-то Поэтому перед тем, как запихивать в микроволновку Она должна у нас просушиться Поэтому, ребят, пожалуйста, проследите за этим Вот, когда мы разложили с вами картошку подобным образом Берем второе полотенечко и накладываем поверх И вот так вот делаем, 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 делаем Чтобы вся водичка впитывалась и у нас все было хорошо Ну, я не знаю, сколько она высыхает Давайте минут 15 возьмем, думаю, она обсохнет Если хотите не ждать столько времени, берете фен и обсушиваете Это такой чит-код и намного быстрее высушится картошка А когда картошка высушилась, мы открываем нашу микроволновку Берем отсюда крутящийся диск Идем к нашей картошке И веером выкладываем вот сюда Вот так вот Я так выкладываю, потому что у меня нету пергаментной бумаги Если она у вас есть, сделайте ровненький кружок И выложите на нее Но в принципе микроволновка не взорвется, если положить картошку так Кстати, я забыл упомянуть, что это ПП-чипсы Мы их будем готовить с вами без добавления масла И всякой другой химисни Берем немножечко соли И на каждую картошечку вот так вот сыпанем Да, на картошечку Ставим наши чипсики в микроволновочку Закрываем И ставим примерно на среднюю Кого как, на 2 минутки давайте Отслеживаем процесс приготовления Смотрим вот сюда О, как все видно И в общем, когда картошечка будет покрываться Таким золотистым цветом Или даже сворачиваться Знаете, у чипсов есть такая особенность У них есть такие пузырьки Так вот, когда они будут появляться Отслеживайте этот процесс С первого захода не всегда получаются полноценные чипсы Они бывают чуть-чуть мягенькие Где-то подгорелые Но это нормально Когда мы будем готовить вот наши чипсики Да, когда они приготовятся Нормально совершенно, что некоторые будут мягкие Ведь это дома Это домашние чипсы И они не уступают магазинам Осталась минута и уже скоро Откроем и посмотрим, что же у нас получилось Очень жалко, что вы не чувствуете запах Потому что он просто божественный Это значит, что я сказал правду Ну что Наши чипсики еще, к сожалению, мягенькие Поэтому ставим еще на 2 минутки Опять же, можете поэкспериментировать И поставить, например, на самую высокую мощность Или вообще на низкую И по времени тоже ориентируйтесь Но в среднем В среднем, я посмотрел в ютубе видосики Люди готовят за 5 минут Отрывок в 5 минут У всех примерно получается чипсеньки Вот так вот выглядят наши чипсы После второго захода Уже начинают появляться кругляшки такие Вздутости, выпуклости И вся картошка уже сухая Но недостаточно хрустящая Поэтому отправляем еще на 1 минуту Хочу сказать такую вещь Если у вас не получилось Даже после 3 раз Не останавливайтесь И сделайте еще раз Сделайте еще раз Чтобы приготовить все-таки картошку Ничего страшного в этом нету Главное проверяйте, чтобы она не подгорела у вас Ну все, чипсы сделаны Вот так они выглядят И сейчас буду дегустировать вместе с кем? Вместе с папой Папа, привет Итак Самое лучшее окончание, пожалуй Напротив костра Давай, пробуй Бери любую И пробуй Нормально? Натуральный продукт Натурлих Я как официант Ну и что Ребят Спасибо большое всем за просмотр Очень я старался приготовить эти чипсы Надеюсь у вас получится тоже их приготовить И на этом все Спасибо большое за просмотр Обязательно ставьте лайки Подписывайтесь на канал И увидимся совсем скоро Пока Субтитры сделал DimaTorzok